БКС Перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание. Там будет ссылка на регистрацию у брокера БКС. И обратите внимание, что это лучший брокер в России. Я работаю именно с ним. И у вас не будет комиссий вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию. После регистрации у вас будет тариф инвестор абсолютно бесплатный. Комиссия будет только за продажу ценных бумаг. Но если вы пассивный инвестор и не продаете бумаги, то вообще никогда платить ничего не будете. Если вы трейдер и торгуете, то есть фиксируете свою прибыль, в таком случае для вас будет определенный тариф за 300 рублей в месяц, там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей, вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса, за 5 минут подключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц комиссии 0%, и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей. Он вам позвонит после регистрации, но нужно будет подождать, потому что людей регистрируется много, а Сергей один через какое-то время позвонит. Ну, если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном, а также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первые. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно, и перенести активы от другого брокера, и вообще любой ваш вопрос решит, поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Если вы подписаны на мой канал, вы не могли не заметить, что я инвестирую в акции, облигации не покупаю и никому не советую. В этом видео объясню почему и что не так с облигациями. Рассматривая будем российский фондовый рынок и облигации федерального займа, то есть каких-то банальных вещей вроде упоминания о рисках инвестиций в корпоративные облигации, я здесь говорить не буду, мы посмотрим только на ОФЗ и сухие цифры и факты, которые с ними связаны. Также на берегу обозначить свою позицию. Я ни в коем случае не говорю, что облигация это инструмент не нужный и не важный, и если вы грамотно проанализировали свой риск профиля, пришли к выводу, что облигации должны быть в вашем портфеле, я не говорю, что вы сделали что-то неправильное. В этом видео я разберу лишь утверждение, что облигации дают сопоставимую или даже более высокую доходность, чем акции, при том, что они еще и значительно менее рисковыми, считаются с точки зрения волатильности и потенциальной заморозки вашего капитала. Именно с этим утверждением я буду спорить в этом видео. Если вы, ссылаясь на это утверждение, покупали облигации в свой портфель, вероятно, вы допустили ошибку, и я подробно объясню, какое. То есть в данном случае я облигации не покупаю, потому что с точки зрения моего риск-профиля это не то, чтобы недопустимо, но нежелательно. Что касается доходности, как я сказал, буду спорить в этом видео с тем, что облигации сопоставим подходности с акциями. Давайте посмотрим на следующий график. Это RGBI, индекс ОФЗ, грубо говоря. За последние несколько лет видим, что цена на ОФЗшки упала. С чем это связано? С ростом инфляции в России и соответственно с ростом ставки центрального банка. Как это работает? Объясняю. Если несколько лет назад ставка центробанка была 8%, а напомню, что так или иначе доходность облигации привязана к ставке центробанка. И вы покупали облигацию за 1000 рублей с доходностью гарантированной купонной 50 рублей в год, то есть у вас доходность была, например, 5% годовых по вашей облигации. Вы чисто теоретически можете их удерживать и получать вот эти вот гарантированные 50 рублей. Ну, в случае, естественно, если государство не решит объявить дефолт. И в любой момент вы свои облигации можете продать на вторичном рынке, через брокера, на российской фондовой бирже. Тут никаких секретов нет, ничего сложного нет. Спустя время. Ставка центрального банка поднимается, например, на стало 18%, как нынче. Новые облигации, если таковые, конечно, выпускаются, они выпускаются с большей доходностью. Например, доходность уже 15% годовых. Инвесторы, которые выбирают, какие облигации вложить свои деньги, не задумываясь, купят новые облигации. Ваши рассматривать покупки не будут. Почему? Ну, понятно, потому что 15% доходности привлекательнее, значительно привлекательнее, чем 5%. То есть здесь вступают в силу рыночные механизмы. Те инвесторы, которые ранее удерживали ваши облигации, ну и вы в том числе, с радостью будете продавать их, чтобы вложиться в новые, более доходные. Инвесторы же новые, деньги свои в ваши облигации не понесут. То есть большое предложение и вообще нет спроса. Таким образом, цена на ваши облигации, которые вы несколько лет назад покупали, падает ровно до того момента, пока они не станут привлекательными для новых инвесторов. То есть рынок сам по себе все облигации, которые на нем торгуются, так или иначе уравнивает по доходности. Это значит, что с изменением ставки Центрального банка происходит волатильность цен облигаций. И они упали в связи с ростом ставки Центробанка. Потому что чем облигация дешевле, тем больше процентная доходность на вложенные деньги в данный момент времени. Понятно. То есть если доходность должна быть большая, значит цена будет маленькая. Если наоборот, доходность должна быть маленькая, то цена будет расти до тех пор, пока не будет составлять нужное отношение к доходности. То есть если доходность должна быть 2% годовых, а по облигации платится 20 рублей, то она должна стоить 1000 рублей. Если вдруг Она сейчас стоит 100 рублей, и она будет расти, пока не достигнет тысячи. Все достаточно очевидно и понятно. Таким образом, можно сделать вывод, что если через несколько лет ставка Центробанка опустится обратно, как они обещают, инфляцию к отметке в 4% в год, они приведут и ставку будут опускать, можно сделать вывод, что купить облигацию сейчас выгодно, потому что в будущем нельзя будет зафиксировать никак доходность в 15% годовых, а вы уже сейчас ее зафиксируете и можете, например, по данной облигации получать вплоть до 2041 года. А если вдруг захотите деньги вывезти, то с снижением ставки Центробанка будет расти цена, и вы даже на вторичном рынке сможете облигации продать дороже, чем вы их покупали. Вроде как все очень красиво, такая сказка получается, вклады в облигации, акции вообще не нужны. Однако здесь есть нюанс, который нужно учитывать. Давайте посмотрим на российский фондовый рынок, на цены его, точнее, в данном случае. Мы видим, что он что-то там упал, что-то подрос, что-то непонятное происходит. Но с точки зрения физически, как происходит торговля на фондовой бирже, вы, когда приходите как инвестор на рынок и хотите деньги проинвестировать, вы выбираете, ну, в данном случае, вот мы рассматриваем акции облигации, да, вот вы выбираете между двумя этими направлениями. Если вы считаете, что акции покупать бессмысленно, а вот облигации дают огромную доходность, вы понесете деньги в облигации. И так мыслят вообще все, кто приходит на этот рынок. Таким образом, если бы действительно акции не были привлекательны для инвесторов, а облигации были привлекательны, то в акции никто бы деньги не понес. Соответственно, спроса на акции бы не было, зато предложения было бы много, так как все хотели бы акции продать и понести деньги в облигации. Ровно та же самая логика, как я приводил пример в этом видео с облигациями, которые вы купили несколько лет назад и новыми выпусками под новую доходность. То есть, по сути, тот самый дисконт из-за ставки Центрального банка так или иначе применяется и к акциям в том числе. То есть, понимаете, зачем мне покупать акцию Сбербанка с дивидендной доходностью 5% годовых, если я могу, не знаю, деньги на депозит в банке положить или купить квартиру или купить облигации те же самые. То есть, никто не будет покупать с такой процентной доходностью, потенциальной доходностью акции того же Сбербанка. Это относится ко всем акциям. То есть, спрос падает, а предложение увеличивается. И это в том числе тянет цену вниз. То есть, все, что вы видите вот на этом графике, как раз таки все сюда заложено. В том числе тот самый дисконт, который применяется также к рынку облигаций. Если процентная ставка Центрального банка уменьшится, акции тоже вырастут в цене. Ведь зачем мне держать деньги в депозите или в облигациях, которые больше такой большой доходности не дают? Я пойду покупать акции, которые все еще дают 10-13% годовой доходности на положенный капитал. Я их покупаю сейчас. И так мыслит весь рынок. Соответственно, придут все покупать. Предложение, наоборот, уменьшается. Мало кто хочет продавать. Цена растет. Понятно. Оно именно так и работает. И я приведу сейчас в пример следующий график, как выглядела бы цена на акции сейчас, если бы не было вот этого самого дисконта из роста ключевой ставки Центробанка. Давайте посмотрим, как это бы выглядело. Вот так бы выглядели акции. Еще раз, вот так они выглядят сейчас. Вот так они выглядели бы, если бы такого дисконта не было. Понятно, что если бы такого дисконта не было, то данный график был бы примерно плоским. Всегда бы облигации торговались по цене их выпуска. То есть, если вы купили облигации с целью заработать на росте от снижения процентной ставки Центробанка, вы допустили ошибку, потому что не учли, что акции тоже в таком случае будут расти. То есть, если я инвестирую деньги в акции, я не упускаю возможность заработать на росте облигаций, да, в данном случае. Потому что акции тоже вырастут ровно так же. Если процентная ставка Центробанка будет увеличиваться, будет расти, будет падать и рынок акций, и рынок облигаций. Если будет процентная ставка уменьшаться, оба этих рынка будут расти. То есть, здесь нет какого-то уникального, чего-то уникального для рынка облигаций. Здесь нет. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Вроде объясняю достаточно простыми словами. Идем дальше. Процентная доходность. Окей, мы видим, что Сбербанк, например, тот же самый, показывает процентную доходность на данный момент около 13% годовых. Облигации. Вот ОФЗ, например, данная, которую можно там до 2041 года держать, она показывает доходность даже выше. 15,5% на данный момент. То есть, какой смысл мне покупать действительно акцию Сбербанка, если здесь доходность выше? Ну и как бы рисков меньше, ведь я понимаю, что Сбербанк может теоретически обанкротиться. Вероятность этого крайне мала, но всяко выше, чем вероятность того, что государство объявит дефолт. Правильно? Правильно. То есть, как будто бы кажется, что рисков меньше, доходность выше. В чем подвох? Подвох заключается в том, что если я покупаю облигацию, то я получаю, ну в данном случае, давайте посмотрим сколько, два раза в год по 35 рублей 40 копеек, ну чуть больше 70 рублей в год я получаю вплоть до 2041 года фиксированно. Это означает, с одной стороны, что я не получу меньше, но с другой стороны, это означает, что я не получу больше. Если мы посмотрим на дивиденды по Сбербанку, увидим, что из года в год они растут, и это очевидно, потому что бизнес хороший, бизнес развивается, и даже если бизнес не развивается только за счет инфляции, а инфляция, напомню, что это такое, это удорожание товаров и услуг, а товар-услуги кто производит? Бизнес. То есть, если бизнес не развивается только за счет инфляции, номинально у него будут расти выручка и прибыль. Соответственно, дивиденды, так или иначе, по рынку акций будут расти, и к 2041 году будут составлять значительно больше, чем сейчас можно увидеть в 13%. Если я покупаю сейчас акции Сбербанка, и по ним дивиденды в течение нескольких лет увеличиваются в два раза, я получаю уже не 13% годовых, а 26%, в то время как свои деньги в УФЗ я замораживаю и всегда получаю вот эту доходность. Ну, типа, как будто бы в 15%, но понятное дело, что сегодня 70 рублей к 2041 году, 70 рублей – это абсолютно разные деньги, да? Вспомните, вот что, например, сейчас такое 1000 рублей, и что такое 1000 рублей, например, 15-20 лет назад. Деньги абсолютно разные, купить можно абсолютно разный набор товаров и услуг. То есть, инфляция в данном случае в рынке акций так или иначе нивелируется за счет того, что инфляция – это и есть прибыль и выручка бизнеса, которую вы получаете как акционер. А в случае, если вы инвестируете в облигации, инфляция напрямую сжирает вашу ежегодную доходность. Более того, инфляция сжирает не только ваши ежегодные доходности, но также сжирает тело вашего счета. Ведь, да, сейчас облигация стоит 520 рублей. Да, к 2041 году она подрастет там к 1000, при прочих равных, да, если все так же сейчас останется. И вроде как вы заработаете x2, но понятное дело, что 1000 рублей сейчас и 1000 рублей в 2041 году – это абсолютно разные вещи. Более того, если инфляция начнет еще сильнее разгоняться, ну, вдруг будет как в Турции, да, а инфляция 100%, гиперинфляция – чисто теоретически это возможно. То есть нет никакого закона физики, запрещающего гиперинфляцию где-либо в мире. И вдруг инфляция действительно будет 100%, так ваши деньги в облигациях обесценятся. Более того, ставка Центробанка будет увеличена и составляет, не знаю, те же 30-50%. Я, честно говоря, не знаю, что ожидать в случае гиперинфляции с трехзначными числами инфляции, но понятно, что ставка Центробанка будет огромной. И это скажется на фондовом рынке в моменте негативной и с ростом ключевой ставки, как я сказал, цены на акции будут падать, это понятно. Облигации вообще обнуляться и обесценятся. Но, учитывая, что у вас есть доля в бизнесе, который зарабатывает все больше денег, которые обесцениваются за счет инфляции, так или иначе стоимость акций этого бизнеса, номинированной в обесценивающейся валюте, будет расти. Да, в моменте ставка резко скачет Центробанка, да, в моменте тут идет просадка, потом взлет, и тем он сильнее, чем выше будет инфляция при этом. То есть при прочих равных, если инфляция повышается, облигации – это убийство для вашего капитала, акции защищают от инфляции. Если инфляция сохраняется длительное время, облигация – это убийство для вашего капитала, акции ваш капитал сохраняют. Да, если инфляция снизится и быстро снизится ставка Центробанка, вы можете выгодно купить облигации, и даже ваши деньги быстро не обесценятся, если инфляция будет низкой, и вы зафиксируете высокую доходность, но дело в том, что и в акциях вы можете прямо сейчас зафиксировать высокую доходность. То есть нет ни одной причины с точки зрения долгосрочных инвестиций покупать облигации, поскольку это чисто математически невыгодно. Выгодно покупать облигации только как хедж, если у вас есть, ну, давайте говорить в человеческих мерках, например, ипотека, по которой вы платите 8% годовых. Очевидно, если вы выбираете, куда деньги вложить, погасить ипотеку досрочно, и как бы 8% в год вы уже платить не должны, или вложить в облигации и получать 15% годовых, вы выберете второй вариант, получать 15% годовых, просто потому что за счет разницы процентов ставок это выгоднее. С точки зрения хеджа это действительно смысл имеет, ну, в акции в данном случае деньги не понесете, потому что в облигациях вы хотя бы там можете их быстро как-то достать, в акциях все-таки волатильность так или иначе повыше, она связана далеко не только со ставкой Центробанка, да, тут факторов достаточно много. И в акции вы в таком случае не рассматриваете, вот в облигации понесете, да, как хедж это работает, но если вам нужно на долгосрок пристроить капитал, облигации это, ну, крайне странный выбор, на мой взгляд, в связи с факторами, которые я только что привел. Вы можете написать в комментариях свое видение на этот счет, и еще раз напомню, что я не говорю о бессмысленности облигаций в принципе как о классе активов, потому что да, так или иначе, действительно риски по облигациям, по УФЗ в данном случае ниже с точки зрения волатильности. Но есть ряд рисков, и в том числе, вот как я сказал, ставка Центробанка, которую в последнее время, из-за которой как раз вот это впадение произошло, и которую часто в контексте облигаций в последнее время рассматривают, и говорят, что благодаря ней выгодно можно купить. Не все так однозначно, потому что ставка Центробанка никто не запрещает, нет, как я сказал, законов физики запрещающих повышать ее еще сильнее. Первое. Второе. Ставка Центробанка также влияет и на рынок акций. И третье. Резюмируем. Ставка Центробанка это не сферический конь в вакууме. Она поднимается вслед за инфляцией. И если инфляция будет продолжительное время оставаться на повышенном уровне, облигации быстро обесценят ваш капитал, акции защищают вас от повышенной инфляции, и цена на них будет расти. Она будет расти номинально. То есть, допустим, сейчас индекс с биржи стоит 3000, ну, допустим, рублей, да, вот 3000 пунктов, 3000 рублей, и вырастет он до 6000, например, при 100% инфляции в течение года. Номинально вырос, фактически реально не вырос, как бы остался на месте, если проиндексировать на инфляцию. Но дело здесь в том, что он защитил вас от инфляции. Облигации вас от инфляции не защитят. Важный факт и важный момент. Как видите, я без заготовленного текста свои мысли излагаю и надеюсь, что я ничего не упустил. Как я сказал, если что, дополняйте в комментарии. Если не согласны, в том числе, пишите в комментарии, почему. Но я в облигации не инвестирую. Удачи!